Здравствуйте, сзади меня на сегодняшний день в должность начальника Министерического отдела Слышный музей заповедника Царской Солны. По сути дела, это единственный музей в нашей стране, посвященный в Первой мировой войне. Расскажите, пожалуйста, о создании этого музея, его коллекции, экспозиции. Ну, вот музей Родная палата, музей Великой войны, он был открыт в 2014 году, и была подшеркновенная работа, проделана Дёблимом Шервичем Министерством военно-предшественником в должности. Безусловно, участие частных коллекционеров, меценатов, жертвователей, оно очень помогло, и, в общем-то, коллекция музея, она была формирована в том числе благодаря им, и там это заняло существенную экспозицию. В музее представлены как предметы, если можно принять за свое село, так и из частных коллекций, что-то было приобретено. Музей живет своей жизнью, то есть он развивается. У нас экспозиция не является этой конечной точкой в данный момент. То есть мы планируем еще развиваться, попал на новую экспозицию, где-то даже можно не структурировать ее. Безусловно, есть уникальные предметы в составе, и музей, конечно, интересен, может быть, всем интересуется периодом Первой мировой войны и истории русской армии, потому что это в какое-то время, в Советское время, это вообще была забытная война. То есть, пробуем переместить, что такое, как называли войну, старались вообще не упоминать. Хотя, от удовольствия множество известных руководцев, и сама война, с этими обстоятельствами 18-го года, эта страна была более не упражнением России, а победой. Мисыч, вот, казалось бы, за последние 30 лет выходя в одно количество выставок в нашей стране, и вообще тема Российской империи, я думаю, что это было сказано, это очень популярно. И открываясь в этом экспозиции, я предотделываю в различных музеях, но здесь совершенно новые, совершенно интересные экспонаты. Вот в чём резюме для музея? То есть, что здесь показано? Хочу что-нибудь показано? Самое интересное. Ну, музей, он имеет комплексную экспозицию, то есть, это и, с одной стороны, и оружие, и мундиры, и предметы быта, в точке окопного округа. То есть, когда солдаты, допустим, занимались зитом, без девушек, полезных вещей в окопах во время оппозиционной войны, и скульптура, и фотографии, и большую 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 фотографию, и знамена, и другие награды, как предыдущих офицеров и солдат. И, в то же время, у нас есть тематика, посвящённая лазаретам, есть тематика, посвящённая общей истории Чилинии, первой войны. То есть, здесь и диорамы для детей, которые интересуются, буквально миниатюры с солдатиками, то есть, тоже есть что посмотреть. Вот, поэтому я думаю, что будет интересно и взрослым, и молодожи, и даже самым маленьким, и тех, кто журналистов, и только начинает интересоваться истории России, и военной истории. Вот, причём, так как война, она называется, теперь мировая, потому что не участвовала, практически, большая часть стран, входящих тогда, большая часть государств возникло шара, и, собственно, поэтому представлена, конечно, в теме музея не только форма, и история русская армия, хотя это, конечно, самая главная тема. Ну, и также можно знакомиться, как вы любили солдаты наших союзников, то есть Англии, Франции, других стран. Ну, и также наши противники. То есть, у Германии, Австралии, Порции. Вот, опять-таки, где-то не только свободная армия, то есть, есть и флот, и авиация, и инженерная войска, и артиллерия, и даже авозная часть, и автомобильные войска, которые тогда только появились. Поэтому всем присутствуются и техники, история техники, и оружие, и нумизирование, и нумизматика. То есть, тут широкий спектр для интересов. Поэтому, я думаю, что, хотя музей в целом не какой-то, там, гигантскую часть появится, занимает покорщину, но тем не менее, она очень интересная, она очень насыщенная, и я думаю, что человек, который сюда придет, он будет потратить много времени, если внимательно будет смотреть, 50 шутенрованный. Вообще, история до 2014 года это здание было? То есть, здание построено не сейчас? Конечно, здание. Это здание историческое. Оно… Его начали строить еще до Первой мировой войны. Здесь планировалась совершенно другая экспозиция. Но, тем не менее, во время Первой мировой войны будет принято решение переворачивать его, скажем так, в зал, где будут выставлены трофеи Великой войны. К сожалению, это идея не была реализована в то время, потому что произошла революция. Были другие достаточно сущные проблемы. Здание постепенно было использовалось в своем прямом оснащении. То есть здесь был круг, там столярная мастерская. И, наконец, уже в наше время, как я уже говорил, благодаря старая мировой Миширевича и РНЗ Царское Севро удалось из этого здания сделать музей Великой войны, который такой единственный на нашей стране. И сейчас можно посетить, посмотреть, увидеть все революции Великой войны. То есть все предыдущие истории. А вот эта история с Третьиховым, да? То есть вдовой основатель. Вкратце могу рассказать, что здание полагалось изначально, почему оно стало устроиться до войны. Потому что это был дар фактически, ну, финансирование вдовы Третьякова. Было переведено многое международное ценности в дар государства. И планировалось как раз построить это здание именно для экспонирования этих метров искусства. Но в дальнейшем, когда уже началась война и здание там настраивалось, оно уже было построено и частично даже перестроено именно уже по цели экспонирования профей в Великой войне. То есть уже немножко его значение поменялось. Но в то время, я говорю, что не удалось открыть эту экспозицию в индустрии. Война, собственно, уже было отвлечение государя, но война еще вчера. А потом уже приоритеты поменялись совершенно в советское время. Поэтому реализовать фактически первоначальную идею Николая II и периоды Первой мировой войны должно было спустя сто лет. В 2014 году этот музей был открыт. Значит, была, видимо, экспозиция церковь в Первой мировой войне, военный морской флот в Первой мировой войне, лазареты и так далее. То есть все стороны жизни. А вы уже вступили с начальника. Что вообще планируется? Что нового? Может быть какие-то новые разделы, экспонаты? Вообще наметки какие-то сейчас есть? Наметки, конечно, есть. Но об этом пока еще рано говорить. Конечно, мы хотим все-таки усилить с другой Первой мировой войной, к тому же еще более. Показать все стороны жизни Нарьковского солдата. Как, так сказать, война, естественно, грязь в рот. То есть показать не только по родную сторону, но и оборотную сторону. Потому что мы все понимаем, что война – это последнее средство, как говорится, в споре, что целый лучший дырит, чем добрый ссор. Поэтому мы, конечно, покажем это все. И я считаю, что роль русской армии, греческих, русских солдат, которые воевали и дали им тысячи жизней за свою страну. Показать надо их. Прежде всего, об этом мало кто знает. И есть много деталей, которые мы хотим бы реализовать именно в этом русском проекте. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал медиапроекта «Русский контур», ставьте лайки и пишите ваши комментарии.